Здравствуйте, дорогие друзья. Так, у нас почти что буквально минутная готовность до начала нашего сегодняшнего мероприятия. Пришла с вами поздороваться и для начала проверить связь, что у нас все в порядке, меня видно и слышно. Отлично, плюсики. Супер. Алексей Дамахина. А сегодня я буду рассказывать вам о замечательных отелях под брендом Ades Hotels & Resorts и Vida Hotels & Resorts. Но прежде чем мы уже официально приступим к нашей истории, я бы хотела немножко рассказать о себе и рассказать о том, какую компанию я представляю. Как вы можете видеть на ваших слайдах сейчас, на ваших экранах, MR, Hospitality Group. Я являюсь представителем компании на страны Россия, Украина, СНГ, исключая страны Балтии, но тем не менее, если среди нас, и, по-моему, есть среди нас участники из Прибалтики, из Латвии, русскоязычные, конечно же, то, пожалуйста, тоже всегда будем рады помочь подсказать, ну или в случае чего адресовать вас к ответственному человеку в одном из наших отелей. Что такое MR Hospitality Group? Я думаю, что те, кто были из вас в Дубае, таких наверняка много, да, не только туристов мы отправляем, но и сами любим Арабские Эмираты и Дубай в частности. Так вот, когда вы бывали или бываете в городе, вы наверняка обращали внимание, что на каждом, ну, может быть, не втором, но на каждом третьем здании красуется вывеска MR. Что такое MR? В общем-то, откровенно говоря, MR – это корпорация, в первую очередь, градостроительного рода Дубая. Это полугосударственная организация, достаточно крупный холдинг, у которого есть разные направления бизнеса, в первую очередь, это, конечно, строительство, development. MR строит и жилую недвижимость, и коммерческую недвижимость, различные развлекательные комплексы, такие как, например, самый большой в мире шоппинг-центр «Дубай Молл», или, например, самое высокое здание в мире, которым является Бурш-Халифа в настоящий момент, да, это тоже принадлежит нам. Но я и мои коллеги, с которыми мы находимся в Москве, мы непосредственно отвечаем за направление «хоспиталити», иными словами, за гостиничные бренды, которые есть в составе холдинга MR. К этим брендам относятся… Я расскажу о всех, и расскажу конкретно сегодня о тех, которых мы будем фокусировать. У нас есть линейка отелей от трех звезд до пяти премиум. Три звезды – это «Роуф», вы наверняка о них слышали, да, это городские отели, очень популярны среди тех, кто приезжает в Дубай по бизнесу, да, такой средний класс, даже, я бы сказала, невысокий ценовой сегмент, удобное местоположение. Отели очень такие молодежные и легкие, там нет каких-то там сверхизысков и особенных сервисов, да, как в премиальных, например, отелях. То есть там нет понятия «батлера», там достаточно легкая процедура регистрации, у нас очень-очень лайфстайл такие отели, да. И хочу отметить, что у бренда «Роуф» появился первый пляжный отель в Дубае, и это большое событие, потому что это единственный звездочный пляжный отель в Дубае, и он называется «Роуф Ля Мэр». Это просто для вашей информации. К сожалению или к счастью, непосредственно бренда «Роуф» мы не представляем, но, как я говорила, если у вас будут какие-то вопросы, мы всегда рады и будем подсказать, к кому вы можете обратиться именно по отелям «Роуф». Следующий бренд, о котором я сегодня с удовольствием расскажу, это отели «Вида Hotels & Resorts». Это отели-бренд 4 звезды, лайфстайл, хорошие, в прекрасных местоположениях города, которые идеально могут быть подходящими и для семей, и для молодежи, и для тех, кто приезжает в Дубай по бизнесу. Далее переходим к пятизвездочным премиальным отелям. Это «Адрес Hotels & Resorts». К ним также относится бренд «Пелос», «Пелос Даунтаун». О нем я сегодня тоже упомянул. Есть еще один премиальный бренд в нашей цепочке, называется он «Армани Отель Дубай». Ну и, собственно, обо всем по порядку. Как MR Hospitality Group, как группа, направленная именно на гостиничное, скажем так, на гостиничное хозяйство и hospitality направление, MR Hospitality Group была основана в 2007 году, достаточно давно и успешно процветает. Как я уже обозначила, да, какие бренды входят в MR Hospitality Group, помимо отелей, также у нас есть клубы «Арабиан Ранчерс» «Голф Клаб» для тех, кто интересуется гольфом, да, «Дубай Поло Эквестриан Клуб» для тех, кто интересуется, да, другими спортивными мероприятиями, и «Большая Марина», «Дубай Марина Яхт Клуб». Это все тоже относится к нам, вот. В том числе, в принципе, подразделения MR Hospitality Group так или иначе относятся резиденции, которые есть при отелях. Но, честно скажу, лично я и мои коллеги за резиденции, за часть резиденции не отвечаем. Мы именно отвечаем за отельную часть, поэтому любые вопросы связаны именно с номерным фондом, с отелями, о которых я сегодня буду рассказывать. Пожалуйста, мы всегда к вашим услугам. Ну и не могу не рассказать о том, что MR Hospitality Group является официальным гостиничным и кейтеринг-партнером грядущего большого события Экспо 2020, которое начнется в октябре 2021 года и продлится до апреля 2022 года. Те, кто интересовались из вас уже Экспо, может быть, кто-то из вас уже бывал даже на территории выставки в Дубае, что-то вы уже видели, да, сложилось какое-то у вас уже впечатление. Вы, наверное, знаете, что на территории Экспо Дом есть даже один из наших отелей, единственный отель, который находится на территории выставки, это отель Роуф, да, так что мы здесь тоже присутствуем. Собственно, я бы хотела рассказать вам чуть больше, начать именно с бренда вида сегодня, почему пойду по возрастающей от 4 звезд к 5 звездам. Надеюсь, что вы знакомы с этим брендом. Вида Хоу Толсен Резорс, как я уже говорила, это отели бренда 4 звезды, которые расположены в популярных районах города, в том числе в новом активно развивающемся районе, который называется Крик Харбор. Отель Вида, в общем-то, идеальным будет местом для тех, кто любит активный отдых, не проводить много времени в отелях. Это также люди, которые приезжают в Дубай по бизнесу или совмещают работу и отдых, да. Это туристы, которые, например, смотрят на свой бюджет, да, как говорится, считают деньги, но в то же время они хотят иметь возможность жить в центре, в гуще событий. Это именно район даунтаун, да, в Дубае. Соответственно, это хорошая возможность также останавливаться в Дубае в отелях Вида, если туристы едут куда-то транзитом через город, да, через Дубай, то есть 1-2-3 ночи – это популярная будет возможность для проживания в Дубае по довольно умеренным ценам. И еще хочу обратить внимание, что отели Вида, ну, вы знаете, да, есть туристы, которые любят путешествовать со своими четвероногими друзьями, и, к счастью или к сожалению, не так много отелей в городе, в Дубае, которые готовы принимать туристов с, например, собаками, да, Вида – это те отели, которые с радостью примут ваших туристов с их маленькими четвероногими друзьями. У нас есть, конечно же, определенные оговорки, такие как, например, собака должна быть определенного роста в холке, не более чем 10 килограмм веса, вот, но опять-таки мы будем рады. У нас есть определенная категория, количество номеров в отеле, где доступно проживание с собаками, у нас даже есть на территории отелей такие игровые площадки, знаете, бывают детские игровые площадки, такие у нас тоже есть, у нас даже есть отдельные игровые площадки для как раз-таки маленьких собачек. Это тоже очень здорово, интересно, и это полная восторг и у хозяев и самих животных. По поводу отелей Вида. Хочу обратить ваше внимание на то, где они находятся в городе Дубай. И немножко расскажу об особенностях этих отелей, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь. И, кстати, забегу вперед. В самом конце презентации моей я покажу вам еще несколько видеороликов, чтобы, как говорится, закрепить пройденный материал. И после того, как я покажу все видеоролики после своей презентации, я передам слово моей коллеге, которая будет вишенкой на торте. Да, коллегу зовут Нигиар, и она расскажет вам о нашем новом отеле, такая же наша новая жемчужина за пределами Эмирата – Дубай. Первый отель пляжный под брендом «Адрес Холклсен Резорс», который находится в Эмирате Фуджея. Так вот, Нигиар у нас сегодня будет гвоздем программы. И как только я расскажу все, что бы я хотела рассказать о Дубае и не только. Так вот, возвращаясь к отелям Вида. Дубай, как я говорила, Дубай – это, конечно же, центр притяжения многих-многих туристов. И в центре Дубая есть прекрасный район, называется «Даунтаун». Это то, куда туристы любят приезжать, погулять, посмотреть местные достопримечательства. Вообще Дубай, как вы знаете, развивается очень активно из года в год, до что каждый полгода, в принципе. В Дубае появляются какие-то новые интересные мероприятия, события, новые инсталляции, какие-то площадки для фотографирований. Да, все мы любим сейчас соцсети, все мы любим постить в Инстаграм, кто-то в TikTok и так далее. Вот, конечно, «Даунтаун» в этом смысле идеальная вообще локация, поскольку это самое высокое знание в мире Буш-Халифа. Это знаменитые поющие фонтаны, это самый большой шопинг-центр в мире – Дубай Молл. И вот буквально в шаговой доступности от вот этой всей интересной истории находятся у нас два отеля – это «Виде Даунтаун» и «Мэнзил Даунтаун». Они очень схожи между собой. Это такого, в своем роде, бутиковые отели, не более чем на 200 номеров, «Виде Даунтаун» – всего лишь 156 номеров, «Мэнзил Даунтаун» – 197 номеров. Они находятся буквально в 50 метрах друг от друга, прямо через дорогу от Буш-Халифа и всех вот этих вот интересных мест, как я вам говорила. Как раз на карте вы можете это видеть, где они сосредоточены. Коричневым ярлычком обозначен «Виде Даунтаун», сереньким ярлычком обозначен «Мэнзил Даунтаун» и «Виде Крик Харбор» обозначен бирюзовым значком. О нем я тоже расскажу. И в районе, ближе к району Дубай Марина, находится еще один наш отель по брендам «Виде» – «Виде Эмирайтс Хиллз». Это отель, который любим и популярен, особенно теми, кто приезжает или совмещает поездку в Дубай с игрой в гольф. Таких туристов тоже становится, в общем-то, от года в году больше. Рядом с отелем «Виде Эмирайтс Хиллз», прямо буквально примыкая, да, смежная территория, это популярный городской гольф-клуб «Эмирайтс Хиллз». Для тех туристов, которые проживают у нас в этом отеле, у нас есть даже возможность предлагать проживание с гольф-пакетами и возможность играть в гольф вот прямо буквально здесь по соседству. Что хочу еще рассказать, на что обратить на ваше внимание. Помимо того, что отели находятся в центре города, как я говорила, в шаговой доступности от многих достопримечательностей, и днем и вечером это будет интересное времяпрепровождение и эмоции. Отели под брендом «Виде» точно не для тех, кто хочет сидеть в гостинице. Да, у нас есть все условия для комфортного отдыха, начиная от нескольких ресторанов, бассейн. Все, как я говорила, достопримечательности города у вас буквально как на ладони, рядышком. Везде можно добраться пешком, либо минимальное количество времени на такси. Отели прекрасно подойдут как для семьи с детьми, так и для молодой пары. Как я говорила, возможно проживать с маленькими животными. Никаких проблем в этом плане нет. Но здесь я бы еще хотела обратить внимание на то, что, дополнительно еще раз обратить внимание на то, что эти отели – одно из идеальных мест для короткого пребывания, если мы едем транзитом куда-то еще. Это не обязательно другая страна, но это в том числе может быть другой Эмират. Да, не все туристы предпочитают, например, пляжный отдых в Дубае. Многие выбирают Эмираты, которые находятся в Далии. Аджман, Рассельхайма и так далее, и так далее. В том числе я бы хотела вам рассказать про прекрасный отель, который находится в Эмирате. Умалькувэйм – это малоизвестный Эмират в туристическом рынке, но тем не менее он есть. И он тоже пользуется определенной своей популярностью. Эмират, который находится между Аджманом и Рассельхаймой. То есть от Дубая мы едем туда буквально от 45 минут до часа. Достаточно комфортное время в дороге. И Эмират находится также на побережье Персидского ливы, как и Дубай. Но это достаточно спокойный, исключительно пляжный отдых. В Эмирате сильно много себя занять, скажем так, как в Дубае, например. Откровенно говоря, нечем. Поэтому это будет идеальный вариант отдыха для тех, кто предпочитает тихий, спокойный пляжный отдых. Это пятизвездочный отель. Кстати, это первый отель, которому дали пять звезд бренда Вида, поскольку все остальные, как вы уже знаете, это четыре звезды. Это хорошая пятерка. Не премиум, но действительно качественная хорошая пятерочка в традиционном уже нашем стиле. Такого бутикового отеля. 135 номеров, всего лишь 8 пляжных шале, о которых я сейчас также расскажу. Поэтому, если возвращаться еще раз к городским отелям Вида, то, мне кажется, это идеальная комбинация проживания в пляжном вида Beach Resort Умаль-Увэйм с короткой остановкой на пути туда или на пути обратно, поскольку большинство все-таки перелетов совершаются через Дубай. Как раз таки с остановкой в городском отеле Вида или Мэнзилл. И это будет очень классная комбинация, комфортная, понятная и достаточно приемлемая по стоимости для ваших туристов. Кстати, вот здесь хотел бы еще на этом слайде остановиться, рассказать две маленькие фишки. Мэнзилл Даунтаун. У этого отеля чуть более восточная атмосфера, но он все равно европейский такой, современный, понятный нашим туристам, но у него есть одна фишка. Именно у этого отеля есть номера с видом на Буш-Халифу. Поэтому, если вы хотите удивить ваших туристов, предложите им какую-то интересную фишку по довольно адекватным ценам. Например, турист не может себе или не хочет позволить отель пятизвездочный в городе, в даунтауне. А Мэнзилл Даунтаун в этом смысле будет более приемлемым по цене, но у них будет вид на Буш-Халифу. Поэтому, как я говорила, такая фишка отеля. Я уверена, что туристы это оценят. Все-таки многим хочется сделать красивые фотографии днем или вечером, когда мы видим Буш-Халифу, пьем кофе. И мы поставили себе галочку о том, что мы такие молодцы. И мы отметились возле такой достопримечательности. Я еще говорила про еще один новый отель, который у нас открылся в динамично развивающемся районе города. Это виды Крик-Харбор. Отель находится буквально в 15 минутах на такси от центра Дубая. И примечателен он тем, что он стоит прямо возле Марины. Прекрасный вид на всю панораму Дубай. То есть это район Крик-Харбор, где в будущем будет построено еще одно новое высотное здание. И оно обещает быть новым самым высоким зданием в мире. Конечно же, строим его мы, Эмар, как иначе. И эта башня будет называться Крик-Харбор. И, собственно, мы уже недалеко от этого места открыли отель. Поэтому прекрасный, красивый, уютный, идеально подходящий, на мой взгляд, для семьи с детьми. Потому что район Крик-Харбор достаточно спокойный, комфортный. Там много променадов, там будет много ресторанов, кафе, маленьких магазинчиков, много детских площадок. То есть это действительно очень уютное место для того, чтобы комфортно провести свой отдых. При этом чуть вдалеке от вот этого суетного центра города, где много-много-много всего и всех. Далее. Как я говорила, остановиться в центре города в одном из отелей ВИДА будет очень классной возможностью, чтобы скомбинировать свою поездку далее в другие Эмираты, в том числе на пляж. Поэтому ВИДА Бич Резорт, Эмирате Умаль Кувейн. Я бы очень хотела обратить ваше внимание на этот отель, поскольку он совершенно новый. Он был открыт только в феврале этого года, 2021-го. Он уже завоевал определенную популярность у наших туристов, и тех, кто любит такой тип отдыха, комфортный, пляжный, с возможностью жить на all-inclusive, для семей, для пар, для тех, кто приезжает на 5-7 ночей и ничего, по сути, не хочет делать. Это вот то самое место. Мы находимся внутри естественной лагуны. Вы можете сейчас увидеть это местоположение на ваших экранах. То есть внешняя сторона Эмирата – это Персидский залив с большими, достаточно мощными волнами. И с внешней стороны берега находится известный в этом регионе кайт-серф-клуб. То есть если ваши туристы увлекаются такими видами спорта, то они могут, конечно же, воспользоваться услугами этой кайт-станции. Многие это, кстати, и делают. То есть от отеля туда буквально 10-15 минут на автомобиле. Мы же находимся именно внутри естественной бухты, как я говорила. Там достаточно синяя красного такого цвета вода. Широкий пляж, но довольно глубоко, быстро становится. То есть, с одной стороны, ширина пляжа позволяет нам хорошо отдыхать с детьми, и даже самыми маленькими, потому что вход в воду, он легко просматривается. Там нет ни камней, ни каких-либо водорослей или чего-либо такого. То есть чисто хороший вход, мягкий вход в воду. Но спустя какое-то время, буквально 3-4 метра, мы проходим, и уже достаточно глубоко. То есть для тех, кто хочет поснорклить, да, там любят глубоководные заплывы, это тоже очень-очень здорово. И плюс ввиду того, что это естественная бухта, естественная лагуна, там нет больших волн, и фактически волн нет вообще. Мягкие накатывают такие вот волны. Это здорово как раз-таки для маленьких деток, они не испугаются, потому что многие дети действительно боятся волн. То есть здесь волн нет, и это большой плюс, повторюсь, для семейного отдыха. Здесь же на карте вы можете видеть небольшой такой остров напротив нашей береговой линии. Вот я указкой его показываю. Это естественный остров внутри ввод нашей лагуны. Это фактически мангровый лес. То есть чем он может быть интересен? Тем, что он просматривается невооруженным взглядом. До него на самом деле достаточно далеко. То есть он не так близко, как может показаться на карте. То есть вплавь туда не добраться, туда можно добраться на карте. На катере это организовывается. Организовывается ход-запрос и своего рода экскурсии, да, такие морские. То есть туда можно приплыть, остановиться на катере возле этого острова. Опять-таки взять и поснорклить, посмотреть подводную жизнь. Можно организовать крабовые, например, так называемые крабовые рыбалки, поскольку там водятся крабы. Это тоже будет интересно. Это и на рассвете делается, и на закате. Плюс на этом острове очень много красивых птиц. Туристы многие любят, да, увлекаются орнитологией, наблюдением за птицами. То есть здесь это тоже присутствует. То есть такой мини-заповедник, который буквально в минутах от нас, от нашего отеля. Следующее, что я бы хотела вам показать, да, это такие основные фишки, о которых вам нужно знать. Они вам будут полезны для того, чтобы рассказать туристам, чем этот отель цепляет. Как я говорила, это достаточно небольшой по количеству номеров отель. 135 комнат различных категорий, преимущественные номера с видом на море. Честно говоря, не все номера у нас с балконами, но некоторые из них с балконами. Поэтому если туристу важен балкон, пожалуйста, просто делайте пометку. Мы будем стараться подтверждать номера с балконами. Но некоторые номера также смотрят на город. Плюс у нас есть действительно классный вариант размещения. Это пляжные шале. Это 8 отдельно стоящих домиков одноэтажных. Каждый из них с полноценной кухней оборудованной. Большим патию выходом прямо на пляж. Две спальни, санузел. То есть для тех семей, которые больше, чем 2 человека, да, и которые едут, как правило, двое взрослых, двое детей, да, или, может быть, чуть больше взрослых, и особенно у кого совсем маленькие дети, и такие туристы хотели бы иметь возможность, например, как раз-таки доступа к кухне, чтобы что-то готовили для своего ребенка, то это вот прям действительно самый подходящий вариант для проживания. Также на территории отеля есть большой бассейн для семей с детьми. Есть отдельный маленький бассейн детский. Есть открытая, скажем, на открытом воздухе зона, называется Splashers. Там фонтанчики, различные водопадики такие маленькие. Но это все под тентом. То есть дети не обгорят, они будут защищены от открытого солнца. Горькие, скалолазание, очень большой детский клуб. Там и настольный хоккей, и футбол, и много разных развивающих игр. Там интересно и детям, и подросткам, и семьям. То есть не раз, будучи лично, да, посещав этот отель, я видела, как приходят прям родители с детьми, у них там какие-то игры свои происходят очень здорово, и это, безусловно, радует. Конечно же, у нас есть воспитатели в детском клубе, которые присматривают за детьми. Плюс ко всему у нас есть возможность предлагать различные пляжные водные виды спорта. То есть это раз в день у нас есть, ну, займу аниматором, который собирает наших туристов, да, на гостей нашего отеля. И проводят разные конкурсы, соревнования на пляже, пляжный волейбол, какие-то перетягивания канатов, кто быстрее, кто сильнее, кто выше. Вот, плюс можно взять некоторые нематеризованные виды спорта, даже не в аренду, просто взять поплавать, да, например, байдарка или пэдлборд. Ну, и некоторые виды спорта, какие-то активности за дополнительную плату мы можем также предложить. В том числе, как я говорила, либо охоту на крабов, либо поездку вот к этому мангровому острову, либо можно организовать для любителей джет-ски. Недалеко от отеля есть центр, где можно, собственно, покататься на водных лыжах в том числе. Плюс на территории отеля есть пеннисный порт. Если кто-то увлекается, это крытый с грунтовой поверхностью. Ну, и, конечно же, спа-центр. Два процедурных кабинета для женщин, два для мужчин и один для пар. И у нас в спа-центре эксклюзивная косметика, которую изготавливают только для нашего отеля. То есть нигде в другом месте эту косметику найти невозможно. И она изготовлена исключительно на натуральных материалах с невероятной ароматикой. То есть это не только такая хорошая терапия, да, в рамках спа-процедурных, но это еще и ароматерапия. Ну, и чуть больше о номерном фонде. Базовые категории номеров – это номера Deluxe. Вы видите сейчас верхняя фотография, собственно, с видом на море. Это спальня. Номера в среднем 30-32 квадратных метра. Просторные, либо с одной большой кроватью King Size, либо две раздельные кровати Twin Size. Санузел душевая преимущественно. Также есть категории номеров, которые называются Family Deluxe Room. Это, по сути, гарантированные номера Connect. Один номер будет с кроватью King Size, второй номер будет с двумя раздельными кроватями Twin Size. Да, и, соответственно, для семьи двое взрослых, три ребенка – это будет идеальным вариантом размещения. А для тех, кто предпочитает чуть более изысканные варианты проживания, у нас есть номера категории Suite. Это номера площади порядка 70 квадратных метров, спальня, гостиная. Есть возможность также еще присоединять номера рядышком. И, конечно, все номера оснащены по последнему слову техники. Все необходимые удобства в номере есть. Халаты, тапочки, фен, сейф, утюг, гладильная доска, минеральная вода комплиментом ставится в номер. Мини-бар с дополнительной стоимостью. Единственное, скажу, что по всем нашим отелям мы по-прежнему мини-бар при заезде оставляем незаполненным. Мини-бар – это дополнительная услуга, но мы можем его напомнить под запрос вашего туриста. И несколько кадров о как раз-таки наших пляжных шале. Как я говорила, это уникальная возможность проживания для семей, которые любят более обособленный отдых, для тех, которым важно, чтобы, например, была полноценно оборудованная кухня. Вы как раз видите на верхней фотографии. И полноценный холодильник, и плита, и обеденная зона. Вдалее идет гостиная зона и выход на большую патию. И слева, где дверь, это как раз-таки вторая часть шале, где спальня и санузел. И в нижней фотографии так выглядит, собственно, саму патию при шале и прямой выход на пляж. Детский клуб. Большая площадь детского клуба, если сравнивать с номерным фондом, то есть основная территория, она внутри. Это все закрыто с комфортным кондиционированием, чтобы дети, не дай бог, не простудились. Как я говорила, много здесь разных зон. И настольные, и интерактивные игры, и видеоприставки есть. То есть можно поиграть в Xbox. Те дети, кто постарше, им будет здесь интересно. И открытая зона на улице также присутствует. Собственно, вот несколько таких приятных моментов по нашим замечательным видам Beach Resorts в Эмирате у Малькувейн и о городских отелях Вида и Мензил. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо этих отелей, пожалуйста, запишите их себе, и в конце моей презентации я на них отвечу по порядку. Сейчас бы хотел обратить просто ваше внимание на наш отель под брендом Armani. Как вы видите, мы уже перешли от 4 звезд, 5 и 5 премиум. Не буду сильно сегодня останавливаться на этом отеле, но, пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что Armani отель Дубай также относится к нашей группе, MR Hospitality Group. Также я и мои коллеги в Москве его представляем. Это отель уровня 5 звезд премиум. Он находится в самом здании Буч Халифы, самого высокого здания в мире. Отель не является полностью всем зданием, то есть он занимает только несколько этажей, с 5 по 8, 38, 39 этажей. Это, конечно же, отель для самых ваших изыскательных туристов. Если говорить о стиле и концепции, я бы больше сказала, что он такой достаточно брутальный, поскольку был создан самим Джорджо Армани. Думаю, что Джорджо Армани вам всем известен, кто это такой, известный кутерье, который оказал очень большое влияние на мир моды и предметов роскоши. Поэтому этот отель не значит, что его предпочитают только мужчины. Нет, очень много женщин его любят. Но отель по-своему специфический на определенный вкус, поскольку у него номера довольно проглушенных, в немножко темноватых тонах. Очень дорогая отделка предмета интерьера, мебели. Практически везде натуральные материалы, кожа, дерева, мрамор и другие камни использованы в отделке. Очень исключительный сервис. Один из лучших видов на панораму поющих фонтанов из номеров Армании отеля Дубай. Но при этом хочу обратить внимание, что, конечно же, не все номера смотрят в сторону фонтанов. Большая часть номеров смотрят на Дубай, поскольку здание Буш-Халифы, такой трелесник, да, и номера расположены по кругу здания. Также у этого отеля есть эксклюзивный доступ в Дубай Мол. Никто другой, кроме гостей Армании, отель Дубай не может по этому коридору попасть туда или обратно, только наши гости Армании. Уникальный спа-центр, заслуживший не одну награду и признание в городе Дубай, да, Армании спа. Сюда приезжают даже те, кто не проживает в самом отеле. Ну и, конечно, одни из лучших ресторанов города, которые фактически все рестораны имеют выход на террасу с видом на пающие фонтаны. Поэтому какой бы из ресторанов вы в Армании не забронировали вашему туристу, вы можете смело говорить, что у туриста будет возможность беспрепятственно подойти, посмотреть на фонтаны с одним из лучших, как раз таки, видов на пающие фонтаны, особенно в вечернее время. Еще маленькая новость. Мы первый, единственный отель, который, ну вообще первый, единственный во всех Эмиратах, кто открыл ресторан кошерной кухни, поскольку ни в Дубае, ни в Арабских Эмиратах до относительно недавнего времени ресторанов кошерной израильской кухни не было в принципе. Вот в декабре прошлого, декабре-ноябре прошлого года мы открыли такой ресторан, называется Армани Каф. Поэтому если ваши туристы хотели бы попробовать высокую кошерную кухню или в принципе приверженцы вероисповеданий, для них это важно, то милости просим, будем только рады. Ну и не забывайте про золотой капучино, вы видите его сейчас на ваших экранах тоже, это фишка Армани. Он не стоит баснословных денег, но опять-таки как поставить галочку, что я был в самом высоком знании мира, в одном из самых знаменитых отелей мира и Дубая и пил золотой капучино. Это настоящее золото, называется сусальное золото, то есть это тонкие пластины, они пригодны к пищу. В медленных количествах, конечно же. И в общем-то турист вполне себе может его позволить. То есть он не стоит там каких-то космических денег. Стоит он, по-моему, если мне память не изменяет, в районе 20 или 25 долларов за чашку. Ну это, конечно же, все очень красиво подается. Ну в общем, я думаю, что действительно для того, чтобы поставить галочку, что я такое себе позволил, я такое пробовала, ну это в общем-то того стоит. Впечатление на всю жизнь. Для тех, кому не близок стиль Армани, я бы хотела рассказать о наших замечательных отелях под брендом Address Hotels & Resorts. Это отели 5, уровни 5 звезд премиум, которые сосредоточены в основном в центре города Дубай, в районе Даунтам, также вокруг и рядышком Буш Халифы, Пающих Фонтанов и Дубай Мола. Я думаю, что многие из вас про наши отели знают, наверняка видели сами и надеялись, что отправляли туристов, даже не раз. Если вы не знаете о них, то я рада как раз-таки сегодня рассказать. Чуть подробнее расскажу основные фишки, поскольку отелей много, чтобы не перегружать вас информацией такой вот пространной, я буду говорить основные такие важные моменты, на которые бы я хотела, чтобы вы для себя их зафиксировали, и они вам, безусловно, помогут в работе с вашими туристами. Значит, в нашей коллекции достаточно большое количество отелей Address, и, как вы уже знаете, они сосредоточены в районе Даунтам. Всегда как-то исторически так сложилось, что отели были только городскими, у нас не было до недавнего времени ни одного пляжного отеля, но ситуация меняется, и об этом мы тоже расскажем сегодня попозже, но про город. Дубай любим вашими туристами уже не первый год, я думаю, да, и наверняка вы согласитесь со мной, что Дубай и ваши туристы возвращаются не только из года в год, но некоторые возвращаются даже несколько раз в году, на праздники, на каникулы, парами, семьей, короткими остановками по направлению в другие страны, например, Мальдивы, Сейшелы или куда-то еще. Конечно, наши регионы, они предпочитают, в первую очередь, пляжные отели, естественно, когда вы смотрят на Дубай, наверное, в основной массе выбирают пляжное размещение, да, какие угодно, отелей очень много, многие очень достойные, не буду их перечислять, я думаю, вы все их так хорошо знаете, вот, но в то же время ваши туристы хотели бы удивляться, и я думаю, что вы тоже хотите их удивлять какими-то новыми впечатлениями и новыми вариантами размещения. И в последнее время мы наблюдаем такую картину, что городские отели Дубая стали все чаще и чаще рассматриваться туристами как самостоятельное место отдыха, то есть либо в комбинации с пляжными отелями, либо даже полностью полноценное место отдыха, поскольку Дубай, как мы уже знаем, и как я говорила, он не перестает развиваться, да, и постоянно открываются какие-то новые возможности для интересного отдыха и времяпрепровождения даже в самом городе, не беря пляжную историю. Как раз-таки для тех туристов, которые хотят удивляться, которые хотят отдыхать и иметь возможность проводить время в качественных отелях с премиальным сервисом, с шикарными интерьерами, с вниманием к деталям, адрес Hotels & Resorts – это те места, те отели, которые действительно ваших туристов порадуют. Собственно, самый наш такой главный флагманский отель – это адрес Downtown. Он стоит прямо напротив Буш-Халифы, и, что уж говорить, все самые красивые шоу можно наблюдать именно из этого отеля во время праздников, различных важных мероприятий города. Также совсем недалеко от этого отеля, то есть эти, как я говорила, эти отели так или иначе находятся рядышком с Буш-Халифой, фонтанами и Дубай-Молом. То есть просто в зависимости от их местоположения, какие-то чуть ближе, какие-то чуть дальше. И практически у всех этих отелей, о которых я сегодня буду рассказывать, есть доступ к Дубай-Молу через пешеходные коридоры. То есть нам даже не нужно выходить на улицу. У адрес Downtown пешеходного коридора нет, но мы из этого отеля буквально за три минуты, спускаясь по небольшому пешеходному мостику, попадаем к фонтанам и прямо к самому Дубай-Молу. Далее, адрес Бульвар. Этот отель имеет пешеходный переход, это называется MetroLink, поскольку здесь также есть рядом станция метро. Это комфортный, крытый пешеходный переход с кондиционерами, с зеленью, с эскалаторами, с лифтами, где это нужно. Если, например, ваш турист с коляской, с детьми, это будет все очень комфортно и удобно. И за какие-то считанные не более чем 10 минут свободным шагом мы из отеля, не выходя на улицу, также можем попасть в Дубай-Мол. Далее, адрес Skyview. Этот отель стал уже очень популярен на нашем рынке, особенно среди той молодежи, которая либо хочет приехать в Дубай на романтическое какое-то мероприятие, отметить годовщину свадьбы, сделать предложение руки и сердца, отметить день рождения в какой-то уникальной атмосфере. Чем примечательен этот отель? Тем, что он стоит чуть дальше от бурж-халифа и фонтанов, но отсюда также можно попасть через пешеходный переход в Дубай-Мол. Но, как вы видите на фотографии, у отеля есть перешейк, такой мостик на уровне 54-го этажа. И там расположен знаменитый уже в городе ресторан Сель-Ави и популярный, наверное, один из самых популярных инстаграмных таких вот локаций. Это наш знаменитый бассейн на 54-м этаже. Бассейн доступен в первую очередь для тех, кто проживает в отеле. Вот, поэтому, конечно, не исключая качества и красоты интерьера самого отеля, этот бассейн добавляет дополнительную фишку для тех туристов, которые любят останавливаться в адресе Skyview. Новый отель, который открылся в мае этого года, адрес Founding Views, центральная башня из трех. И этот отель является продолжением Дубай-Мол. То есть здесь буквально за две минуты тоже через скрытый пешеходный переход мы попадаем прямо в Дубай-Мол, к месту, где находится, все время забываю, как это по-русски произносится, Ice Ring, ледовая площадка, да, хоккейная, ледовая, где можно покататься на коньках и провести тоже интересное время всей семьей. То есть вот эти отели, они прямо вот возле Буш-Халифа и Дубай-Мола. Далее хочу рассказать о адрес Дубай-Мол. Это фактически продолжение тоже Дубай-Мола, шоппинг-центра. Спускаясь в лобби, мы сразу же попадаем в сам Дубай-Мол. Для тех, кто обожает шоппинг, приезжает в Дубай, особенно в дни распродаж, да, зимой и летом, это вообще идеальное место, поскольку туристы приехали, отдохнули, поспали, спустились в лобби, перешли в Дубай-Мол, провели там весь день, посвятив ее шоппингу, ресторанам, развлечениям, потом также зашли обратно в отель, поставили все вещи своей покупки в номере, пошли в спа, отдохнули, поплавали в бассейне. Супер, просто все в одном месте, и ни минуты лишнее не теряется никуда. Также хочу обратить внимание на отель Palace Downtown. Это настоящая скрытая жемчужина в мегаполисе Дубай. Это отель, который находится буквально рядышком у подножия нашего флагманского отеля Address Downtown. И это настоящий арабский замок, не замок, арабский дворец, который, как я говорю, спрятан в мегаполисе. Я покажу вам чуть больше кадров об этом отеле в следующем слайде. Адрес Dubai Marina. Находится в любимом многими нашими туристами районе города Дубай-Марина. Отель очень популярен среди туристов из России и стран СНГ. Почему? Потому что, с одной стороны, Дубай-Марина сам по себе очень симпатичный район. Там много променадов. Там также наш отель граничит с шоппинг-центром Dubai Marina Mall. Также, не выходя никуда, буквально перейдя из лобби, мы попадаем сразу в сам шоппинг-центр. И каких-то там меньше, чем 10 минут на такси мы оказываемся еще в популярном районе города, который называется JBR, Jumeirah Beach Residences, где также много кафе, ресторанчиков, вечером кальян, красивые машины, красивые люди. То есть многие даже жители Дубая любят приезжать сюда в JBR, погулять и провести приятное время. Ну и последнее, такое завершение отеля, о котором я сегодня расскажу. Это наш первый пляжный отель. Он открылся в Дубае 20 декабря 2020 года. Он находится в районе JBR и называется Adress Beach Resort. Я думаю, что ваши туристы уже хотя бы разочек у нас побывали. Ну и теперь несколько более таких вот наглядных кадров. Собственно, если резюмировать то, о чем я рассказала, то каждый отель-адрес, неважно в каком месте он находится, они так или иначе, безусловно, похожи друг на друга, но в то же время они разные. И именно поэтому, из-за того, что в каждом из них есть свои изюминки, которые близки тому или иному туристу, я думаю, что у каждого из наших отелей уже есть свои, не думаю, я даже знаю, есть туристы, которые едут именно в этот отель, несмотря на то, что все остальные чем-то схожи и по-своему тоже уникальны. Но у каждого из ваших туристов найдется именно свой любимый, который будет приезжать и приезжает не только для короткой остановки на 2-3 ночи, но и, поверьте, на более длительный отдых на 5, даже иногда на 7 ночей. То есть такое у нас тоже все чаще и чаще, как я говорила, встречается. Туристы хотят удивляться, туристам нравится тот комфорт, тот уровень сервиса, который мы предоставляем. У нас удивительно вкусные рестораны, независимо от того, какой из отелей вы возьмете. Есть такая, кстати, объединяющая фишка всех адрес. У нас в каждом из отелей есть ресторан, это основной ресторан, он называется The Restaurant. Все просто и понятно, да, ничего не нужно выдумывать, вспоминать, что же там, какое название. И у этих ресторанов своя история. Каждый из ресторанов The Restaurant в любом из отелей адрес, он стилизован под роскошные апартаменты. То есть там такое зонирование, да. Одна зона может выглядеть, как гостиная, другая зона может выглядеть, как кабинет. Третья зона может выглядеть, как, например, библиотека. Еще одна зона может выглядеть, как патио. И это очень уютно, это действительно располагает как к завтраку, так к деловому обеду, так и к приятному ужину, фактически при свечах. Плюс ко всему, у любой из отелей адрес, несмотря на то, что это городские отели, инфраструктуру продумают до мелочей. И если мы едем сюда, как на отдых, да, не все туристы любят пляж, я думаю, вы со мной согласитесь. Я, кстати, один из таких туристов, по себе не судят, но тем не менее, мне зачастую сам пляж и море, мне там не очень нравится. Я не люблю соленую воду, я не люблю, когда на меня налипает песок, я не люблю, когда мой ребенок ест в этот песок, поэтому мне, пожалуй, наверное, будет больше подходить пляж, не пляжный отдых, вот такой, например, на пляже. Я очень люблю отдыхать в бассейне. И повторюсь, я думаю, что многие туристы со мной сойдутся в этом плане во мнении. Так вот, инфраструктура располагает к ощущению пляжного отдыха в том плане, что у нас очень много зелени, у нас как минимум все два бассейна, зависимо от того, какой из отелей вы возьмете. У нас классные детские площадки и детская комната, да, ну, не просто комната, это детские клубы Квикс, где есть воспитатели, разные варианты времяпрепровождения, да. У нас есть чуть-чуть более обособленные зоны для тех, кто хочет уединиться, например, возле бассейна, да, такие кабаны, шезлонги, которые можно занять, там быть более уединенным пространством. Ну, вот по порядку, да, вот как раз таки от даунтаун, первая верхняя левая фотография, которую вы видите, вот она как раз наглядно иллюстрирует то, о чем я сейчас говорю. То есть это три бассейна, которые плавно перехватывают друг в друга, в том числе там детский бассейн. Это очень зеленая территория, это много шезлонгов, это красивая публика, это внимательный сервис, вечером потрясающий вид из ресторана на открытом воздухе с видом на Бурж-Халифу, да, это светлые просторные номера. Иными словами, это действительно хорошая возможность провести потрясающее время в Дубае и подумать, что ты даже не в мегаполисе находишься, а на каком-то курортном острове. Пэлэс-даунтаун, затерянный внутри каменных джунглей Аэзис, восточная сказка, отель достаточно взрослый, ему более 20 лет, но мы о нем очень и очень внимательно заботимся, и у него самый высокий процент возвратных туристов, и сюда туристы приезжают как настоящий курорт. То есть здесь живут у нас минимум где-то по 5-7 ночей, независимо от времени года, поскольку локация просто потрясающая. Очень много зелени на территории, очень просторные номера. В отеле была сделана недавно реновация, менее чем 2 года назад, то есть номера более светлые стали, хотя восточная, вот эта восточная арабская атмосфера, она, безусловно, есть, сохранилась, и мы никуда ее не уберем. А также фишкой этого ресторана является, также фишкой этого отеля, извините, является несколько ресторанов, которые находятся на открытом воздухе и имеют, по-моему, один из самых лучших видов на фонтаны на Буш-Халифу. Вот как раз-таки нижняя правая фотография, ресторан Тептара, тайская кухня, и столики стоят на таком понтоне, и вот все вечерние шоу фонтанов, то есть здесь всегда битком, туристы сюда приезжают со всего города, даже если не проживают в отеле. То есть Palace Down там знаменит и очень любим. Далее. Адрес Булевар. Один из моих самых любимых отелей нашей коллекции в таком французском стиле. Это тоже светлые, просторные лобби, номера, много света, много воздуха. И, кстати, каждый из наших адрес имеет свой определенный аромат. И даже один из моих партнеров туристической компании однажды мне рассказал, что, Настя, ты знаешь, я очень люблю ваши отели, там по разным причинам, говорит, ну, больше всего, чем они меня покорили, вот с первых шагов, как только я зашел в лобби, как раз адрес Булевар, в том числе, это было, говорит, это аромат. Вот он свой, неповторимый, уникальный, он запоминающийся, легкие цветочные нотки. В общем, это эксклюзивные ароматы, которые создаются парфюмерами для наших отелей. И эти ароматы окутывают и дополняют ту атмосферу, как пребывание наших туристов у нас. И я адрес Булевар называю, знаете, чем-то. Он для меня такой зефирка на торте, ввиду вот этой воздушности, легкости. И, кстати, у нас здесь очень много предметов современного искусства, которые прям хочется рассматривать, не хочется их отрывать в глаз. Их более чем 350 предметов, и картины, скульптуры, какие-то канделябры. В общем, очень красиво. Обязательно, если вы еще не были, или ваши туристы не были в нашем отеле, обязательно советуйте им остановиться хотя бы на три ночи, чтобы тоже погрузиться в атмосферу этого прекрасного отеля. Адрес Дубай Мол. Как я говорила, это для любителей шоппинга. Те, кто не видит вообще смысла бескачественного время опрепровождении в Дубай Моле, с утра до ночи туристы приезжают в этот отель, чтобы целый день привезти в Дубай Моле и прям закупиться по полной с ног до головы брендами, как самыми премиальными, так и более масс-маркет. Поэтому отель прям примыкает к Дубай Молу. Здесь есть хороший бассейн, с видом на Бурш-Халифу, несколько вкусных ресторанов, классный детский клуб, потрясающий спа, поэтому здесь будет интересно всем. И парочкам, и девчонкам сюда часто приезжают компаниями, чтобы такой девичник сделать. Ну вот, останавливаются на короткое время, совмещают поездку по бизнесу и отдых. Тоже очень любят этот отель. Так что имейте, пожалуйста, в виду. Далее. Еще два прекрасных представителя бренда Адрес. Это Адрес Дубай Марина. Как я говорила, этот район очень популярен среди наших с вами туристов. Отель также очень популярен среди корпоративных туристов. Почему? Потому что в этом районе города сосредоточено много, как это говорится, офисов, международных компаний. А в Адрес Дубай Марина много конференц-возможностей. Поэтому отель действительно любим и для корпоративных клиентов, и для тех путешественников, которые рассматривают Дубай только для отдыха. Ну и здесь, кстати, есть очень красивый панорамный бассейн. Мы как бы парим над доходящейся внизу Мариной с яхтами. Адрес Skyview. Вот вы видите здесь тот самый инстаграммный бассейн Дубая в настоящий момент. Если мы говорим про центр города, да, бассейн на 54-м этаже, просторные номера от 60 квадратных метров, фитнес, спа, ресторан – это все здесь. Кстати, я не рассказала вам очень важный момент. Дело в том, что любой из наших отелей, которые вы сегодня видите под брендом Адрес Hotels & Resorts, это все высотки, да. Но не все, не вся высотка является отелем. То есть, как правило, сам номерной фонд отелей занимает нижние этажи не выше 16-го. Все, что выше 16-го этажа – это резиденции, это частные квартиры, апартаменты. Там живут люди большую часть времени постоянно. Какие-то, может быть, сдаются варианты, но, повторюсь, так как мы отвечаем именно за отели, мы предлагаем вам именно номерной фонд, который является по-своему уникальным. Это большой метраж, это все современные технологии, это система «Умный дом», планшет, с которым можно заказывать разные услуги, да, или поставить условную виртуальную табличку «Не беспокоить», если туристы этого хотят. Поэтому тот же самый адрес Skyview, который состоит из двух зданий, соединенных бассейном на 54-м этаже. Вот, собственно, только одна, одной из башен до определенного этажа занимает отель. Адрес Фонтенвью, как раз-таки здесь тоже аналогичная история у комплекса «Три башни». Две башни, это по краям право и лево, это полностью жилые резиденции, то есть там постоянно проживают люди. Центральная башня по 28-й этаж – это отель Адрес Фонтенвью. И этот отель является продолжением Дубай Мола, и это один из самых новых отелей, который у нас открылся в городе, поскольку открыли мы его в мае 2021 года. Просторные номера, близко к Дубай Молу, отличный детский клуб, потрясающий фитнес-центр, два панорамных бассейна, номера с видами на Бурж-Халифу, и даже из таких номеров можно увидеть шоу фонтанов по вечерам. И вот, наконец, мы подошли к изюминке Дубая, да, наш первый пляжный отель, который открылся 20 декабря 2020 года в Дубае, Адрес Бич Резорт. И он уже стал знаменитостью, я думаю, что вы про него слышали, туристы наверняка слышали, потому что это был прям бум, когда он открылся, прям перед Новым годом. Ну, он отлично справился с, прям с первого дня открытия, учитывая весь тот поток туристов и пристальное внимание, которое было к нам. Мы являемся самым высоким зданием в районе JBR на побережье, да, JBR Jumeirah Beach Residences, как вы уже знаете. Здание 77 этажей в высоту, а вы видите, у него такая интересная форма, как мы называем это форму гейт, как бы такое ворота. И отель уже дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самая высокая, называется occupied floor, то есть самый высокий, ну, жилой этаж в высотке, это 75 этаж. Там у нас находятся фитнес-центр и спа-центр. И вторая причина, почему мы попали в Книгу рекордов Гиннеса, это самый высокий панорамный бассейн в мире. То есть вы наверняка сейчас спросите, а как же Marina Bay Sands в Сингапуре? А мы выше, чем Marina Bay Sands в Сингапуре. Высота здания почти 310 метров, бассейн находится на уровне почти 300 метров. И продолжительность, протяженность этого бассейна почти что 100 метров, 98 метров. Продолжительность его как раз по, вот все, практически все вдоль крыши, это бассейн. Ну, что ж, и несколько более подробных деталей у адрес Beach Resort. Как вы уже знаете, находится он в Jumeir Beach Residences. Самый последний отель, который стоит на этом пляже. Прямо напротив самого большого, высокого колеса обозрения I'm Dubai, который скоро уже будет официально запущен для туристов города. Что еще примечательно, к нам достаточно легко добраться из аэропорта, поскольку подъезд к отелю осуществляется через Шейзейд Роуд. То есть от международного аэропорта Дубая до нас можно доехать за буквально 35 минут, фактически не попадая ни в какие пробки, потому что это хайвей. Не в обиду другим отелям, которые находятся на JBR, но, тем не менее, я думаю, вы знаете, это и без меня. Те отели, которые стоят здесь на JBR, практически ко всем добраться не так легко, особенно в вечернее время, потому что здесь односторонняя улица, и там вечером постоянно пробки, особенно с четверга по воскресенье, когда весь город приезжает на променад. В шаговой доступности от нас пляж The Beach, променад The Walk. Также буквально за 10 минут на такси можно добраться до района Дубай-Марина, где есть также наш отель-адрес Дубай-Марина и шоппинг-центр Дубай-Марина-Мол. Так что если турист не хочет ехать ради шоппинга в район даунтаун Дубай-Мол, то можно приехать на шоппинг в Марина-Мол. И с точки зрения фишек отеля, да, мало того, что это очень высокое здание, то есть я напомню по аналогии с городскими отелями адрес, адрес Beach Resort также занимает только часть всего здания. Это с 3 по 16 этаж в одной из башен и плюс 75 и 77 этажей. Это все относится к отелю. Все остальное это частные резиденции, как отель мы к ним отношения не имеем. Далее. У нас всего лишь 217 номеров, из них 34 сьюта разных категорий, поэтому можно сказать, что отель такой достаточно бутиковый, он не огромный. И на такое небольшое, условно, количество номеров у нас очень хорошая инфраструктура. У нас 4 ресторана, лобби-бар, при том один из ресторанов находится на 77 этаже, на крыше. У нас всего 3 бассейна, то есть 77 этаж, это только для взрослых от 21 года и старше. Почему? Потому что в ресторане на этом же этаже мы можем предлагать алкоголь и сервировать алкоголь возле бассейна. Соответственно, по законодательству Дубая алкоголь официально продается лицам старше 21 года. А бассейн на 77 этаже только для тех, кто проживает в отеле Address Beach Resort. Гости из других отелей, даже отели нашей сети, не имеют доступа в бассейн за деньги. То есть никаким образом. Это такая приватность и эксклюзивность именно для тех, кто проживает в Address Beach Resort. Это очень важно. У нас есть два бассейна на нижнем уровне. Один бассейн для семей с детьми. И на его же уровне находится детский клуб и детская площадка, тоже называется Splashers, под открытым небом, но с тентами, чтобы детки не обгорели. Там разные фонтанчики, прокидывающиеся ведерочки. Детям очень нравится, и это безопасно. И еще один бассейн тоже только для взрослых от 21 года и старше на уровне пляжа. Плюс рядом находится ресторан Beach Grill, который может так сервировать алкогольные напитки возле бассейна, плюс закуски в течение всего дня и выход на пляж. И хочу здесь сразу сказать, что вы, как профессионалы, наверняка знаете, если не знаете, я напомню, район JBR, и вот эта часть городского пляжа, она является муниципальной. Иными словами, на этот пляж могут приехать любые гости из любого другого отеля или проживающие в Дубае, прийти со своим полотенчиком, со своим зонтиком, расположиться и отдыхать, и купаться в Персидском заливе. Но мы были бы не собой, если бы мы не добились возможности эксклюзивного оформления пляжной зоны для туристов нашего отеля. Что это значит? Это значит, что у нас есть приватный пляж. Возле адрес Beach Resort, возле наших бассейнов, шезлонги для наших гостей. Далее идет променад от The Walk, от района The Beach, где общественный пляж в том числе, и идет променад на остров Blue Waters. Все, что после этого променада, то есть от променада и непосредственно ко входу в воду, это муниципальный пляж. Но, повторюсь, у нас есть разрешение, и оборудованная зона – это порядка 50 шезлонгов с зонтиками исключительно для гостей нашего отеля. Это бесплатно. И гости его могут занять, предъявив карточку от номера сотруднику пляжной службы, назовем это так, и занять свободный шезлонг. То есть полотенце, водичка прохладительная, да, это все мы предоставляем. Ну, гости просто могут отдыхать, и буквально несколько метров пройдя, они уже купаются. У других отелей такой возможности на JBR нет. То есть у них есть свои пляжи при отелях, но они должны достаточно далеко пройти, чтобы непосредственно зайти в воду и искупаться. Какие еще важные фишки? Номера. Номера есть видом на, конечно же, на море, так называемый Deluxe Sea View. Вообще по категориям очень все просто. Deluxe, основная категория номеров – это Deluxe от 45 до 57 квадратных метров, и они делятся по виду и наличию или отсутствию балкона. То есть вы у ваших партнеров это все увидите в названиях, все будет легко и понятно, и в зависимости от этого, соответственно, может измениться стоимость. То есть есть номера Deluxe City, Deluxe Marina View, есть Deluxe Marina View Balcony, соответственно, с балконом, есть Deluxe Sea View и Deluxe Sea View Balcony. То есть все очень просто и понятно, и уже исходя из предпочтений ваших клиентов, ваших туристов, вы можете им предлагать тот или иной вариант. Базовое размещение у нас в номерах двое взрослых, один ребенок до 12 лет. Почему так? Потому что номера, несмотря на то, что они довольно просторные, светлые, много зеркала, большие окна, тем не менее, эргономика номера такова, что все предусмотрено для максимального комфорта с определенным количеством пребывающих в номере. То есть не более того. До 30 сентября у нас действует акция, как мы можем разместить в номере двое взрослых и двое детей до 12 лет, но при этом один из детей полагается, что будет спать с родителями в их кровати. При этом мы можем поставить дополнительно либо полноценную кровать Rollaway Bed, кто-то назовет раскладушкой, но это достаточно полноценная хорошая кровать с хорошим трассом, либо детскую кровать для деток, у которых 3-4 лет, baby coat так называемый. В ванных комнатах и ванная душевая, туалет, два умывальника для удобства ваших туристов. Конечно же, все современное обращение, бесплатные и так далее, и так далее. Круглосуточное обслуживание в номерах, вот запрос. Хочу обратить еще внимание, что у нас есть дополнительная такая возможность предлагать клубные... У нас нет как таковых клубных номеров здесь, но у нас есть возможность предложить клубные услуги за дополнительную стоимость именно для номеров Deluxe или Executive Suite. Эти услуги стоят определенную сумму... Ой, извините, немножко съехал слайд, но я думаю, что вы поймете, о чем речь. Значит, эти клубные услуги предоставляют возможность завтрака в номере, а не в основном в ресторане. Можно предложить... Мы предлагаем туристам бесплатную глажку вещей до двух предметов одежды. И также мы можем предложить транспорт вашим туристам. И плюс еще три приятные бонуса, как счастливые часы, послеполуденный рай. То есть это такие условно-клубные привилегии при условии, что у нас нет как такового клубного лаунжа и прям таких вот отдельных опций, которые есть в некоторых наших других городских отелях. Если мы говорим о номерах категории сьют, напомню, у нас таких типов 34 комнат. Это двуспальные сьюты и есть один трехспальный президентский сьют. Вот для этих типов номеров клубные привилегии будут включены априори. Что еще хотел бы вам рассказать важного про рестораны? Как я говорила, у нас четыре ресторана и один бар. И у нас есть варианты полупенсионы. То есть базовое у нас проживание на завтраках, но есть возможность получить полупенсионную стоимость. Но, тем не менее, сейчас в летнее время, до 30 сентября, при бронировании проживания, мы предлагаем полупенсион в подарок. То есть при бронировании на завтраках хакборд будет идти в подарок. Более того, относительно недавно мы запустили такую акцию. Как вы уже знаете, в Дубае у нас много отелей. И адрес Hotels & Resorts, и вида Hotels & Resorts, тот же самый Армания знаменитый. Так вот, мы решили, что тем гостям, которые проживают на полупенсионе, будет очень интересно и приятно воспользоваться опцией Half-Bort Dine Around. Что это значит? Это значит, что те туристы, которые проживают в адрес Beach в Дубае, могут поехать на ужин в любой из наших ресторанов в другом отеле в городе. Например, в адрес Downtown или в адрес Skyview. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно обратиться к консьержу в адрес Beach Resorts, чтобы выяснить, какой бы ресторан он хотелось посетить. Объяснить точнее, да, консьержу, какой ресторан он хочет посетить. Консьержу поможет броню в ресторане на определенный день, на определенный день. Исключительно только по предварительному бронированию, потому что если ваш турист приедет в другой отель без брони, то эта опция будет невозможностью, ему предложат полную оплату счета. И когда гости пользуются вот этой услугой Half-Bord Dine Around, мы предлагаем в других отелях определенный кредит на взрослого на сумму, на ребенка чуть меньше. И в рамках этого кредита в ресторанах других наших отелей ваши туристы могут заказать себе в среднем это два блюда, не включая напитки. То есть все, что они заказывают выше... ...говоренный... ...они оплачивают сверху. На самом деле достаточно хорошее предложение. Если мы говорим про Half-Bord внутри самого адрес Beach Resort, то у нас доступны основные рестораны The Restaurant, которые обслуживают ваших туристов на завтраки. Это некая буфетная линия плюс варианты меню а-ля карт. Также The Restaurant работает на ужины с вариантами а-ля карт. На ужин открывается LibraZil и Beach Grill, который открыт в течение всего дня с утра до вечера. И на полноценные пообедатели положены, так и легкие закуски и напитки. Ресторан Zeta 77 находится на 77-м этаже рядом с нашим панорамным бассейном. Этот ресторан, к сожалению, не включен у нас в полу-пантеон. И здесь... ...обязательное условие, что мы бронируем столик заранее с депозитом. Днем с депозитом софт Дерхам за столик. Это до четырех человек. Вечером депозит с Чудерхам за столик. Также до четырех человек. И ваши туристы могут подняться и также там перекусить или поужинать. Но, повторюсь, в принципе, 77-й этаж, бассейн доступен эксклюзивно только для тех, кто проживает в самом отеле. И несколько слов о нашем замечательном спа. Я лично сама испробовала его на себе. Мне очень понравилось. Мало того, что ты находишься как бы париж над облаками на уровне 75-го этажа. Действительно качественные услуги. Очень внимательные и чуткие наши спа-терапевты. Мы их так называем. Есть процедурные... Красивое слово, но тем не менее. Сьюты для женщин, сьюты для мужчин. И есть у нас один сьют для пар. Так что муж с женой или девушка с молодым человеком тоже могут провести парный такой спа-ритуал. И на этом же этаже находится... Очень красивый вид. 75-й этаж, фитнес-центр. У нас там ходят и групповые занятия, и ее классы. Просто очень современный фитнес-центр. Поэтому те, кто следует за своим здоровьем, им очень-очень понравится то, что мы предлагаем в нашем фитнес-центре. Ну, и, наконец, еще несколько слов о детском клубе. Напомню, находится он на уровне бассейна, фэмили-бассейна на открытом воздухе. Сам клуб большое достаточно помещение с разными зонами отдыха и активности для детей разного возраста от 4 лет до 12. Если дети младше 4 лет, то в сопровождении взрослых либо няни. Также есть открытая зона с тентами, с фонарчиками. И это как мокрая зона с плэшер, да, где детям уже интересно будет. Ну, и плюс мы еще нередко организуем какие-то детские праздники по предварительной дворенности, предварительному бронированию. Мы это можем сделать и рады это делать. И на пляже, и возле детского клуба, и в ресторане, если какие-то события у ваших туристов намечаются. Имейте, пожалуйста, в виду, мы можем все организовать. Кстати, в этом отеле также есть возможности для каких-то корпоративных мероприятий. То есть мы можем в любом из наших отелей, не только в Adres Beach Resort, но, в принципе, и в Vida, и в Menzo. И в любом из отелей Adres, который находится в городе, мы с удовольствием организуем в Риме группу, будь то частное мероприятие, будь то корпоративное мероприятие. У нас есть отели как с маленькими, так и с большими конференциями. То есть мы в этом смысле очень профессиональны. У нас очень классная, опытная команда специалистов, которые помогут организовать то или иное событие, неважно, какого уровня сложности. Вот, пожалуйста, обращайтесь, если будут такие запросы. Тем более, что в преддверии Экспо 2020, да, я думаю, что Экспо само по себе, я уверена, даже будет невероятно интересным событием, супертехнологичным, обмен опытом между странами. Это будет что-то вау. И, конечно, наверняка, туристы захотят пойти на это событие сами, как индивидуальные посетители. И у нас даже будет возможность предлагать определенные эксклюзивные билеты. Мы являемся, как вы уже знаете, официальным партнером Хоспиталити и Кейтеринг Экспо 2020. Вот. Так что, ну, обращайте внимание тех ваших туристов, которые могут быть в этом заинтересованы, поскольку, я уверена, это будет очень классная комбинация отдыха, познавательной поездки и, наверное, бизнес-поездки в том числе. Ну и несколько слов о спецпредложении Adros Beach Resort. У нас есть до сих пор еще действует летнее спецпредложение. Сроком до 30 сентября, при бронировании либо проживании до 30 сентября 2021 года. У нас есть предложение для семьи с детьми, когда дети едут бесплатно, да, и скидка до 30% на проживание, в том числе. Двое детей могут проживать в номере с родителями, как вы уже знаете, повышение типа питания, завтрак до полупенсиона, ну и бесплатная ночь в подарок. На этом мои презентации закончены. Я бы хотела, во-первых, спросить, если у вас есть какие-то вопросы по тем отелям, о котором я вам рассказала. Пока вы, значит, думаете над своими вопросами, и те вопросы, которые уже есть в чате, сейчас я их, по ним пробегусь и отвечу, я бы вам еще хотела показать несколько видеороликов, чтобы закрепить полученный, как говорится, результат. Покажу видео, и затем отвечу на ваши вопросы, и после этого передам слово моей коллеге, которая уже ждет выступления, Нигиар, она будет здесь сразу после меня. Ну что ж, начнем тогда с прекрасных отелей вида Hotels & Resorts. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, я надеюсь, что вы вдохновились увиденным. Большое спасибо Жене Чечену и мои коллеги, которые помогают отвечать на ваши вопросы. Мне кажется, что максимально уже все вопросы были отвечены, покрыты и про условия апгрейды по питанию в адрес Бич Резорт Дубай и варианты, как использовать Хабборд Дайнераунд и про трансферы. Мы, к сожалению или к счастью, трансферы до пляжей города не предоставляем. Почему? На самом деле потому, что все-таки те туристы, которые предпочитают или выбирают адрес Hotels & Resorts в Дубае, они, как правило, либо им пляж по той или иной причине не нужен, либо они только что приехали с пляжа, это могут быть какие-то острова, да, экзотические, либо они как раз-таки скомбинировали пляжные воды в Дубае и потом приезжают к нам на 3-4-5 ночей именно насладиться атмосферой самого города Дубай, да, останавливаться в центре города, либо это туристы, которые все-таки предпочитают не подстраиваться под, как бы, организованные трансферы, а все-таки они предпочитают быть свободны в своем выборе, они берут такси тогда, когда им удобно и едут туда, куда им удобно. Если больше вопросов не осталось, я хотела бы передать с огромным удовольствием слово моей коллеге Нигиар, прошу прощения, Нигиар уже ждет с нетерпением рассказать о нашей жемчужине новом и первом отеле, пляжном, под брендом адрес Hotels & Resorts, который открылся в Эмирате Фуджейра буквально вот недавно, 15 июля 2021 года. Мы очень ждали этого открытия, и это уникальный отель по многим показателям. И для тех, кому Дубай уже, может быть, где-то наскучил, а где-то он просто не близок по духу, а как раз-таки Фуджейра – это уникальный послой. Буквально в часе езды это аэропорты Дубая. Ну и просто знаете, что некоторые авиакомпании, они летают и в аэропорт, и в другие аэропорты не только самого Дубая, но и в Рассельхайме, и в Шарджу, и куда еще, в принципе, комфортно можно перелететь. Плюс-минус расстояния будут схожими. Что Дубая, что, например, в Рассельхайме, это те же там где-то час, час двадцать. Нигер, если ты уже на связи, пожалуйста, перехватывай у меня в раздеправление. Мне кажется, Нигер сейчас уже выйдет на связь, да. Вот. Пожалуйста, познакомьтесь, Нигер, менеджер по продажам адрес Beach Resort в Фуджейре. Собственно, непосредственно, она сейчас вам расскажет все мои фишки, все самые красивые видео и картинки она сейчас вам покажет. Спасибо, я отвечаю. Пока. Свой e-mail я оставила в чате. Для тех, у кого будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, будем на связи. Здравствуйте. Спасибо, Анастасия. Здравствуйте всем. Спасибо вам сегодня за ваше время с нами. Представлюсь, меня зовут Нигер. Я уже работаю с направлением достаточно давно, знаю Фуджейру очень хорошо. И вот хочу сегодня вам рассказать про адрес Beach Resort Фуджейра, про наш новый отель, который был открыт 15 июля. Я бы сказала, очень, на самом деле, успешное было открытие. То есть съезжались просто со всех краев Арабских Эмиратов посмотреть на отель. И, честно сказать, прям, то есть был забросок с первого дня, как мы только открыли, было очень высокое. То есть до сих пор даже, то есть у нас, вот скажем, до 6 августа мы практически заполнены. То есть у нас он fully booked. Ну, конечно, для ваших гостей у нас всегда будет место, поэтому вот хочу вам как раз-таки рассказать подробности, что, как, чем же отель отличается. Но начну я, на самом деле, про Фуджейру. Может быть, многие из вас уже слышали про Фуджейру, знают. Расскажу более такие фишки, которые, в принципе, вот про сам Эмират. Чем же он отличается, почему он именно благоприятный для отдыха, для, скажем, и я бы хотела бы отметить, круглогодично именно. Вот на карте вы можете увидеть, розовым цветом отмечен сам Эмират, Фуджейра. Наш отель, он находится на территории Алякович. Это такая местность, скажем, где самые лучшие пляжи, где самые лучшие именно снорклинг, дайвинг. Фуджейра сама популярна именно, скажем, морепродуктами самыми лучшими. И как раз-таки вот дайвингом предлагают самые такие красивые именно снорклинг и дайвинг. Это единственный Эмират, который имеет доступ именно к Индийскому океану. Очень живописно, очень уютно и вдали именно от всего, скажем, от суеты, от небоскреба. Для тех гостей, кто хочет просто взять отдохнуть, уехать, скажем, от всей суеты на 5-7 ночей, то вот это будет отличный вариант. То есть, если говорить именно такой интересный факт, который вот я отметила, что можно это место отдыха круглогодично, за счет течения Индийского океана, из-за того, что у нас имеются горы Хаджар, у нас именно погодные условия бывают благоприятные. В плане того, что, например, летом у нас бывает где-то на 5 градусов прохладнее температура, и вода, температура воды бывает тоже прохладнее, сравнивая с другими Эмиратами. И, соответственно, зимой она бывает у нас теплее, то есть где-то на пару градусов она бывает тоже теплее. Нам в этом случае повезло, поэтому это делает, на самом деле, вот наши Эмираты, наши направления, скажем, то есть и зимним, и летним, в любое время можно отдыхать именно здесь. То есть отель, он расположен 90 минут езды от международного аэропорта Дубая, 150 километров, и, соответственно, от других аэропортов, если это Шаржа, 75 минут, если это Расселхемия, это 45 минут. От самого города Фуджейра мы расположены 45 минут, 45 минут где-то езды, и рядом у нас находится небольшой городок такой, Корфакан, куда он относится к Шарже, но туда можно, бывает, отправиться, там есть променад, прогулочные места, магазины, то есть, в принципе, это минут 15-20 от нашего отеля. По нашему именно номерному фонду. Номерной фонд у нас тоже, мы считаем, как бы бутиковый такой отель, то есть и вообще, если вот, дай бог, у вас получится побывать в скором будущем, в нашем отеле, соответственно, то есть он очень компактный, и коммуникабельность вообще в самом отеле очень удобная. Типы у нас номеров, всего у нас 7 типов разных номеров. Номеров у нас 196, и которые включают 32 суета. Это единственный, я хочу отметить, вообще, именно отель в Фуджейре, который имеет такое количество сует. Соответственно, вот первая категория у нас идет Делакс Маунтен и Ошенвью. Его, как бы, его, он составляет 38 квадратных метров. Балконы у нас имеются, в принципе, практически во всех комнатах. Делакс Маунтен, он будет иметь вот этот французский балкон, то есть дверцы открываются, можно постоять, наслаждаться видом, но при этом, то есть там нету места, где посидеть, то есть если поставить стулья, посидеть, то есть он так называемый французский балкон, или балкон Джульетта, мы его также называем. Есть у нас также Делакс Ошенвью, это вторая категория. Соответственно, эти комнаты, они имеют большой балкон, вид уже на океан. Есть у нас также крайние комнаты, они все равно называются Ошенвью, но также они имеют вид, то есть с них можно бывает увидеть, скажем, горы тоже. В Фэмили Делакс Маунтен и Ошенвью это, соответственно, смежные комнаты, но плюс этой комнаты, когда вы бронируете Фэмили Комнаты, вторая комната, она бывает за 50% скидку, то есть за полцены. Это обычный интерконнектинг комнаты с стандартной Делаксой, и, соответственно, гости, то есть там можно проживание идет 2 плюс 2, дети до 12 лет. Если уже старше в этом случае, тогда нужно бывает уже бронировать две комнаты. Но что у нас еще, то есть, скажем, такое преимущество от других отелей, и вообще, то есть именно преимущество отелей, что у нас очень много смежных комнат. То есть это дает возможность, в принципе, предлагать, если это большая семья, если группа друзей хотят, в принципе, родители едут с детьми, взрослыми, соответственно, можно было бы предложить именно интерконнектинг комнаты. Executive Suite, это, я бы сказала, одна из моих любимых категорий, и она, на самом деле, очень популярная у нас по бронированию. Они у нас идут по метражу именно с 80 до 120 квадратных метров, имеют просторную у нас спальню, и то есть две ванные комнаты, как бы одна с половиной, одна у нас большая ванная комната, а другая это уже идет как гостевой туалет, и, соответственно, имеется балкон тоже. Есть также у нас 2 bedroom executive suite, это уже с двумя отдельными спальнями, и у нас есть адрес Fugero Suite, который 440 квадратных метров. Он у нас имеет 3 отдельные спальни, это пентхаус на седьмом этаже, с прекрасным видом, большими гардеробными зонами и гостиной комнатой. По номерам хочу вам показать также фотографию. Вот слева вы видите Deluxe Mountain View, справа у нас Deluxe Ocean View Room, там у нас, как видите, имеется большой такой балкон с прекрасным видом на океан. Это у нас executive ocean view suite, он 80 квадратных метров, имеет большую, достаточно большую такую гостиную комнату, и также спальню тоже с отдельными балконами. Наши ванные комнаты. Ванные комнаты, что также преимущество, что у нас есть и ванная отдельная, и душевая. То есть абсолютно во всех комнатах будет вот этот, скажем, будет иметься и ванная, и душевая, то есть что на самом деле очень удобно, когда предлагается эта опция. И справа вы видите фотографию, это у нас ванная комната суетов. Не все суеты, хочу отметить, что имеют такой, скажем, именно вид, но вот есть определенные суеты, которые именно находятся по краям, соответственно, можно бывает вот, то есть забронировать вот эти суеты тоже. И по ресторанам и лаунжерам, что же можем мы предложить нашим гостям? Значит, у нас всего 4 ресторана на данный момент. На 4 раз, так скажем, 4 опции работает на данный момент. Первый – это The Restaurant, это наш основной, как бы, all-day dining мы его называем, то есть ресторан, где у нас предлагается международная, традиционная арабская кухня. Наверное, вы уже слышали вообще про The Restaurant именно как ресторан. Это, скажем так, то есть во всех адресах именно и в Дубай, и адрес Beach Resort. Соответственно, вот, это не такой signature именно, то есть ресторан, и, соответственно, вот он тоже, его можно найти, то есть у нас. Мы даже называем вот адрес, адрес Фуджейра, это, как бы, можно сказать, мы привели Дубай именно в Фуджейру. То есть потому что такого уровня отель, такого уровня, то есть именно сервиса, мы именно привезли из Дубая сюда. И, то есть другая опция, где можно бывает именно пообедать или же легко перекусить, это Lobby Lounge у нас, где мы предлагаем горячие прохладительные напитки. Тоже кофе, чай, то есть какие-то десерты, кальян мы также предлагаем на террасе у нас. Тут также есть такая опция, очень красивая терраса у нас. Можно будет ее увидеть тоже на фотографии с правой стороны. Есть у нас также Grab and Go. Это у нас круглосуточная именно кофе с сэндвичами и выпечкой. И пулбар. Бар у нас, этот бар находится у нас у бассейна. И, соответственно, там можно бывает либо какие-то небольшие, то есть сэндвичи, закуски и либо прохладительные напитки. А то я хочу отметить, что мы собираем алкоголь. По именно типам питания мы предлагаем от завтраков до all-inclusive. У нас также есть опция all-inclusive. Что же именно, расскажу вам немножечко в двух словах, с чем же они отличаются друг от друга. Значит, ну, завтраки, естественно, у нас подаются в основном ресторане The Restaurant. Это обычно у нас бывает буфет. Соответственно, там у нас всегда бывает буфет. Мы там подаем и горячее. Можно бывает выбрать любого рода, скажем, там, яичницы, бельбинатик. То есть это все у нас приготовится специально для наших, для гостей по желанию. Если у них какие-то диетические предпочтения, то, соответственно, мы можем тоже это учесть. И, то есть там без глютена, без, скажем, каких-то определенных вещей. Все это учитывайте. Наши шефы сделают именно специально для гостей, в зависимости от их диетических именно требований. Что касательно других у нас, именно полупенсион и полный пенсион, он подается тоже в нашем основном ресторане. Преимущество то, что он, они идут с безалкогольными напитками. То есть Allboard и Fullboard уже включают безалкогольные напитки. Что часто, то есть в других отелях, в принципе, то есть это бывает либо кофе, вода, либо ничего. А у нас именно можно бывает и заказать какие-то, то есть именно софт, какие-то напитки, включая уже в эту опцию. И есть у нас также All Inclusive. All Inclusive, и это уже опция, включая The Restaurant, и также основной наш ресторан, и включает Pool Bar. То есть в Pool Bar можно бывает либо, скажем так, в Pool Bar можно бывает и пообедать из меню, можно бывает заказать это у пляжа. Соответственно, то есть у них в течение дня будет вот эта опция. И алкогольные напитки мы будем подавать с 11 утра до 10 вечера. То есть, в принципе, промежуток достаточно большой, и мы будем подавать это на в основном ресторане либо в Pool Bar. Лобби-ланч он не включен в нашу концепцию. То есть это The Restaurant или Pool Bar. И хочу также отметить, что в декабре месяце мы открываем новый ресторан, так называемый The Beach Restaurant. Пока что у нас фотографий нету, но вот скоро он у нас уже практически, мы заканчиваем его уже. И, соответственно, это будет у нас именно ресторан, который вкусився на морепродуктах. Как я отметила, Фуджера, она у нас, естественно, популярна именно морепродуктами. Соответственно, вот мы открываем вот такой ресторан, который именно фокусируется на подаче морепродуктов. Про наши спа. Значит, спа у нас находится на втором этаже. Соответственно, там у нас имеется, то есть и спа, и фитнес-центр у нас есть с прекрасным видом, кстати, что очень классно, то есть мотивирует, скажем, именно на физическую такую, физическую именно подготовку. И, соответственно, по спа у нас всего шесть кабинетов. У нас отдельные помещения для женщин и отдельные для мужчин. Также у нас есть комната для пар. В случае, если хотят забронировать, то есть пары, можно бывает это забронять. И там имеется у нас отдельная для них сауна в этой couple's room, то есть есть отдельная сауна и джакузи. Также у нас имеется традиционный хамам, парные у нас тоже есть, комнаты для отдыха, маникюрный салон у нас в будущем будет открываться, и парикмахерская также. Все это у нас будет в нашем отеле для наших гостей. По нашим развлечениям. Вообще, по развлечениям местность, на самом деле, очень большая. Я бы хотела отметить, так как у нас помимо самого отеля имеется также резидентская часть, это дает нам возможность нашим гостям предложить прогулочный променад на 500 метров, достаточно большой. То есть вечером после хорошего ужина, может быть, хорошая погода, можно прогуляться вот так по променаду, где открываются просто прекрасные виды и самого отеля, и сам променад тоже красиво освещается. Очень приятная обстановка. А по самому именно отелю у нас три открытых бассейна. Один у нас идет, так называемый, для взрослых, другой у нас идет для детей, это где, то есть там уже он бывает более пологий, и глубокий именно, глубокий именно бассейн. Там, так как на нашей территории будет профессиональный дайвинг-центр, там именно будут проходить вот эти подготовки к дайвингу. Перед тем, как выйти в открытое море, соответственно, гости будут в первую очередь, естественно, тренироваться там. Но он также может использоваться нашими гостями, которые, то есть это может использоваться и детьми, и взрослыми, то есть он, скажем так, нет никаких именно возрастных ограничений. И, естественно, у нас есть свой приватный пляж, который частный пляж, где-то, то есть 200 метров, он имеет длину 200 метров, и, соответственно, там очень красивый тоже такой белый песок, и, то есть, как я уже сказала, то есть он приватный, соответственно, там же можно бывает и заказывать что-то, если гости отдыхают у пляжа, соответственно, можно, там также есть обслуживание у нас. И по нашим развлечениям. На самом деле вот это то, что я бы хотела бы адрес приносит именно в направление совсем новое такое или другое, скажем, то есть новый такой, то есть опыт вообще, который раньше другие отели не делали, соответственно, вот мы предлагаем развлечение нашим гостям. То есть одно из развлечений – это поездка именно на устричную ферму. Там гости именно познакомятся, как вообще сам процесс идет, как что у нас, то есть как идет сам процесс, как их ловят, как их, то есть вообще им расскажут все вот именно подробности вот этого процесса изготовления и вылавливания. Это очень интересно, потому что все-таки Диба и вот вся, скажем, Худжейра, так как это Индийский океан, раньше, много лет назад, это были больше рыбацкие такие, то есть именно направления, и, соответственно, вот так вернуться вот в прошлое и вот ощутить вот эту, скажем, именно вот как это все было, как вот именно, то есть гости, то есть гости, чтобы могли окунуться вот в саму историю Худжейры, то есть вот это мы хотим именно преподнести нашим гостям. Второе это развлечение, это Альбумайлофарм, то есть мы везем гостей в нашу ферму, другую ферму, которая принадлась, то есть у нас эксклюзивная сотрудничество Альбумайлофарм, это молочная ферма, там на самом деле коровы были привезены, то есть там, я сама там была, очень интересный такой, необычный тоже опыт, там именно гости, скажем так, то есть берут на ферму, объясняют вот этот весь процесс, и мы сами закупаем, они изготовляют органическое молоко, мороженое, и сами мы в отеле закупаем у них вот это органическое молоко и мороженое, то есть мы тоже можем предложить нашим гостям именно органическое, то есть питание здесь в нашем отеле. И другой экспириенс, это хайкинг тоже мы предлагаем, и, естественно, центр развлечений в фуджире Адвенчерс, то есть по развлечениям, то наши гости могут, помимо того, что они отдыхают здесь 5-7 ночей, то есть они также могут окунуться в историю самой фуджиры. И, то есть другой момент хочу также отметить, при проживании у нас от 5 ночей и выше мы предлагаем трансфер бесплатно от Дубая до самого отеля. Соответственно, это тоже у нас, то есть включено уже в цену, если гости проживают 5 ночей и выше. Я думаю, что на этом у меня по презентации все. Если у вас какие-то вопросы, я сейчас посмотрю. Давайте мы сначала с вами посмотрим видео, а если у вас какие-то вопросы есть по фуджире, по самому отелю, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Так. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, у нас есть везде русскоязычный персонал. Они у нас и в ресепшене, и в ресторане, и на самой плане, то есть где бассейн у нас находится, то есть по развлечению везде у нас есть очень много русскоязычных. Я сама, в принципе, бываю между Дубаями и между отелем, поэтому, в принципе, то есть мы всегда между... То есть я бываю здесь, наверное, 15 дней здесь, 15 дней в Дубая, так что... Так, по поводу спа и фитнес платно. Фитнес у нас бесплатно. Спа на данный момент только если гости покупают какой-то тритмент, то есть именно массаж. Соответственно, вот это все бывает им включено, то есть включено уже в стоимость использовать сауну либо стиль. На данный момент пока что так. Новый ресторан будет ли ходить в Олл? Нет, он не будет у нас включаться в All Inclusive. Это будет, в принципе, за дополнительную плату. Но в скором времени, то есть как только он откроется, я думаю, что мы обязательно поделимся с вами информацией, что и как будет именно существовать, то есть как можно будет его использовать. И, то есть обязательно эта информация будет выслана всем нашим партнерам. Так, мои контакты. Сейчас я поделюсь на территории отеля, какие развлечения. На территории отеля самого, естественно, у нас имеется детский клуб. Кроме того, мы предлагаем еще взрослую анимацию. То есть мы в течение дня, мы делаем утром-рано, например, мы делаем йогу-сессию. Позже мы, естественно, то есть там в течение дня есть определенный именно спектр вещей, которые мы предлагаем нашим гостям. То есть они не соскучатся точно. И, соответственно, также мы в течение дня вокруг бассейна предлагаем постоянно какие-то детокс-шутеры, воду, какие-то фрукты. То есть это постоянно идет у нас такой сервис вокруг самого бассейна либо на пляже. Так, сейчас я напишу свои контакты тоже. Есть ли спортивные площадки? Спортивные площадки у нас есть, волейбольная площадка, да. То есть это мы можем, в принципе, это тоже часть вот одних из развлечений. Только да. То есть если по спортивной площадке, то выйдут волейбольные. Ну, естественно, у нас есть детский клуб большой, достаточно большой внутренний. То есть он у нас есть и внутри часть, где можно приграться, и внешняя часть, то есть на территории самого отеля также имеется. Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста, Татьяна. Пожалуйста, Саид. Спасибо вам, на самом деле, за ваше время. Если какие-то вопросы, пожалуйста, Анастасия и я, мы будем всегда рады вам. На устричной фирме устрицы дегустируют. Да, конечно, конечно, дегустируют. Дают попробовать, дают поесть. Коллеги, вам большое спасибо. Я еще раз продублировала свой мейл тоже, не я расставила свои контакты. Соответственно, еще раз по всем отелям адрес Hotels & Resorts. Армани, Дубай, вида Hotels & Resorts. Пожалуйста, обращайтесь ко мне. Я, мои коллеги, мы находимся в Москве. Мы будем рады дальше быть с вами на связи. Евгения Чечина сейчас тоже напишет имейл-адрес, с которым мы, как правило, делаем раз или два раза в месяц новостные рассылки по нашим отелям. Поэтому в будущем вы также наверняка будете от нас получать такие рассылки, кто тоже, наверное, получает. Вот, поэтому будем на связи. Жень, напиши, пожалуйста, ваш общий мейл, если тебя не затруднит. Нигер с вами на связи по адресу Beach Resorts Fujaira. Еще раз большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Мне кажется, очень продуктивной получилась наша встреча. И мы, конечно же, ждем на охранной подкрывшемся адрес Beach Resorts Fujaira ваших туристов. Я уверена, что это будет очень большой успех, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона. Наш пляжный отель в Дубае, адрес Beach Resorts Дубае, также ждет ваших туристов и сейчас тоже. Летом, не забывайте, летом Эмираты всегда предлагают хорошие цены, особенно премиальные отели. Это отличная возможность для ваших туристов попробовать премиальный продукт за более приемлемую стоимость, поэтому не теряйте эту возможность, пожалуйста. Понимаем, что некоторые боятся приезжать и в Дубай, и в Fujaira, думаю, что очень жарко, но есть маленький лайфхак. Помимо того, что отели предлагают суперцены и спецпредложения, просто не пытайтесь отправить их сильно надолго. 5-7 ночей максимум в летний сезон, наверное, будет самым потрясающим опытом, который могут ваши туристы попробовать. И я уверена, что потом, после пробной поездки, летом, они вернутся к вам и скажут, ребята, я теперь знаю, что это такое, я хочу поехать уже с семьей на дольше, на школьные каникулы или новогодние праздники или так далее. Это будет лояльность и к вам, да, как туристическим профессионалам. Ну и, конечно, мы тоже будем рады встретить этих туристов повторно у нас. Собственно, с моей стороны все. Мы обязательно потом общаемся с Profit Travel, чтобы как-то взаимодействовать с вами на предмет полезных ссылок и информации после нашего сегодняшнего вебинара или встречи, онлайн-встречи, вот. Так что любые вопросы, которые у вас остались, если вы о чем-то вспомните, обращайтесь к мне, обращайтесь ко мне, мы будем к вашим услугам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всем до свидания, хорошего дня и надеемся до скорых встреч. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok